Мазда выходит из совместного предприятия с Солерсом, но формально остаётся на российском рынке и не закрывает представительство. Напомним предысторию. Маленький автозавод фактически в порту Владивостока действует с 2009 года. Начинал он со сборки корейских автомобилей Сан Йонг. В 2013 году успел выпустить партию внедорожников Toyota Land Cruiser Prado, а с осени 2012 действует СП Mazda Solers, которая крупноузловым методом собирала модели Mazda CX-5, Mazda 6 и CX-9. Локализация машин была и остаётся нулевой. Кузовное производство, запланированное Солерсом с самого начала, так и не построено. Поэтому фактически приморские Мазды даже не считаются российскими. В официальном реестре российской промышленной продукции Минпромторга есть разная продукция Солерса, но только не Мазды. При заявленной мощности около 100 тысяч автомобилей ежегодно на площадке собирали не более 30 тысяч. В 2016 году предприятие одним из первых заключило с Минпромторгом специнвестконтракт, за которым последовало открытие моторного завода. Он давал 25 баллов по Минпромторговской шкале локализаций из 8800 возможных. Двухлитровые двигатели шли в основном на экспорт. За прошлый год за границу отправили 40 тысяч моторов. Выпуск хотели удвоить и прошлой осенью поставили автоматизированный цех механобработки головок блока цилиндров. Но Минпромторг выдавал свое заключение о подтверждении производства промпродукции в России только один раз. В 2019 году, именно по факту начавшейся сборки двигателей. Теперь свою долю в СП, а это половина, Мазда продаст Солерсу за 1 евро. Но оставляет себе опцион на право обратного выкупа в течение трех лет. Интересно, что это обнародовано даже не в пресс-релизе, а в квартальном отчете. Солерс намерен загрузить остановленный завод уже в 2023 году. Летом во Владивостоке побывали представители Джили и Черри, но наиболее вероятный партнер именно Черри, которому ранее прочили совместный проект с УАЗом, но из-за санкций китайцы подыскивают нейтральную площадку. Что касается дилеров Мазды, то пополнять запасы автомобилей им пока поможет параллельный импорт. Сначала положил кроссовер CX-4, который выпускается в Китае силами совместного предприятия с государственным концерном ФАУ. Эта модель на 9 сантиметров длиннее и на 15 ниже знакомой нам Мазды CX-5. Под капотом двухлитровый бензиновый атмосферник и шестиступенчатый автомат. Московский офис Мазды не комментирует, причастен ли он к поставкам CX-4. Но поскольку машины продаются крупной дилерской сетью, то есть единый прайс-лист от 3 до 3,5 миллионов рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова